Я сегодня представляю Яндекс.Дата.Фактори, где я занимаюсь управлением проектами. У меня будет три вопроса презентации, которые мне хотелось бы донести. А именно, почему большие данные это про машинное обучение, а не про аналитику? Второе, показать пару модельных кейсов, которые, возможно, вам знакомы даже лучше, чем нам, по вашей отраслевой экспертите. И третье, собственно, показать сами кейсы по этим моделям. Так, это оно. Называется все это безобразие управления лояльностью с помощью машинного обучения, он же Machine Learning. Смотрите, пара слов про Яндекс.Дата.Фактори. Мы довольно новая, можно сказать, либо компания, либо бизнес-юнит от большого Яндекса. Нам официально всего один год, неофициально может быть чуть-чуть побольше. И нас создали для того, чтобы все те чудесные вещи, все те технологии, которые Яндекс для себя сделал последние 15 с лишним лет, можно было переупаковать и использовать на благо корпоративных заказчиков. А технологии там изрядные. Это и технологии, собственно, такого машинного обучения по структурированным и не структурированным данным, и анализ картинок, фотографий, и синтез, и распознавание голоса. В общем, много всего интересного. Мы — это небольшая команда, порядка, сейчас, наверное, около 40 человек. Это те, кто технологии извлекает изнутри, общается со всеми теми, у кого могут быть у них потребности, и пытается придумать совместные решения, как всем сделать хорошо. Значит, что у нас есть в Яндексе? Ну, очевидно, у нас есть некоторое количество дата-центров в России и в России. Есть у нас энное количество инструментов собственного машинного обучения разных пакетов, как открытых, так и собственных корпоративных типа MatrixNet. И есть, наверное, самый сейчас дефицитный на рынке ресурс — это люди, которые умеют эти инструменты применять. А именно, ну вот точного, наверное, хорошего аналога в русском языке пока не существует для этих людей, поэтому мы их называем Data Scientist — то есть люди, которые умеют работать с большими данными. И школа анализа данных у нас выпускает, ну, несколько десятков человек в год такого рода специалистов, лучших из которых мы всеми силами пытаемся после этого оставить у себя. Значит, теперь то, что я обещал про машинное обучение и аналитику. В чем мы видим классическую разницу? При том, что, естественно, классическая аналитика жива, процветает, в ней есть потребность. И она решает ряд задач, для которых она прекрасно создана. Но, тем не менее, мы не про это. Так вот, не про что мы. Если у нас есть потребность создать какую-то модель, что мы делаем? Мы берем некоторый набор факторов, как правило, ну, скажем так, ограничивающийся десятками. Вот. В данном примере там какой-то соцдем, история расходов, доходов, покупок, что есть клиентам. После чего садится умный образованный аналитик, генерирует некоторое количество гипотез, что с чем может быть связано, а-ля у него высокий доход, наверное, ему надо предложить продукт подороже. Вот. Лучшие из этих гипотез, которые проходят стат-тесты, входят в модель и создается некоторое количество правил, которые легко, понятно объяснить можно и коллегам, и начальству, и которые, в общем-то, работают на практике. Чем занимается машинное обучение? Немножко меняется стандартный вход. Вместо тех десятков факторов, которые подразумевались в первом примере, мы используем, а, все возможные факторы, какие есть, б, мы их комбинируем друг с другом во всех возможных комбинациях. То есть на входе, ну, модель, которая начинает с тысячи факторов и больше, это, в общем-то, довольно стандартный способ. Далее, умные алгоритмы на сотнях тысячах серверов начинают отрабатывать практически все возможные гипотезы. То есть здесь порядок увеличивается очень нелинейно. И из этих гипотез, лучше из лучших, опять же по получающей выборке, по тестовой выборке, отбирается для того, чтобы быть включенным в модель, которая получается, как правило, немножко, ну, иногда немножко, иногда сильнее, сильно лучше и качественнее, чем построенная вручную, но несколько сложнее. И объяснить такую модель в терминах понятному гендиректору или кому-то из наших коллег не возьмется даже тот человек, который ее делал. Ну, то есть тот человек, который запускал все эти инструменты и ждал, пока они отработают и выдадут результат. При этом качество, повторюсь, лучше. Получается, что мы отдаем несколько процентов, точнее, зарабатываем несколько процентов прямых продаж или экономим несколько процентов бюджета на что угодно, но теряем возможность рассказать, почему оно так получилось. Вот, собственно, это то, что стоит понимать, когда вы, например, хотите построить свою модель машинного обучения у нас, либо у кого-то, кто этим занимается. Теперь давайте посмотрим, что за задачи можно попытаться решить с помощью таких автоматических штук. Ну, одна задача, про нее, я думаю, большинство здесь присутствует, может знать даже лучше, чем я. Вот. Это отток. И задачу оттока мы обычно делим на две части. А. Предсказать, а кто же собирается от нас утечь. И второе. В. Применить к ним все возможное атомное оружие, чтобы они не утекли. И тут есть нюансы. Естественно, нам необходимо предсказать вероятность оттока для каждого клиента. Для чего? Потому что мы не можем дать скидку всему своему портфелю клиентов. 5% это будет экономически оправданно. 100% уже нет. Если мы хорошо предскажем топ-5, топ-10%, которые от нас собираются утечь, мы сможем немножко заработать на том, что мы их оставим у себя. Постановка задачи, в общем, довольно стандартная. Для обучения на вход мы берем профиль клиентов, мы берем историю их операций. Если что-то есть, ну, на самом деле, как правило, это требование. Должно что-то быть в CRM-системе. Что предлагалось для этого клиента? Как они на это реагировали? Если речь идет про телеком, то, очевидно, все то, что скапливается в базах данных телекома. Если про какие-то смежные отрасли, в общем-то, задача оттока, она и для ритейла актуальна, и еще для некоторого количества отраслей. Естественно, все деперсонализировано, опуссировано. То есть это, в общем-то, столбцы цифр, которые напрямую о человеке ничего не говорят, но, тем не менее, для решения задачи пригодны. Далее, мы метимся, как минимум, в 10% улучшение точности. Ну, отраслевой стандарт для оценки модели по предсказанию оттока – 10, соотношение числа настоящих так называемых отточников в топ-10 предсказанных моделью к их концентрации в общем количестве клиентов. После чего создается модель, в результате проекта обычно длится, скажем, 4-6 месяцев, наход, который мы можем для любого конкретного пользователя из сотен тысяч, из миллионов, неважно, в любой момент времени померить вероятность, с которой он от нас уйдет. Мы решили первый этап, мы предсказали так, вот эти товарищи собираются уйти, что с ними делать? Надо им делать какие-то контрпредложения. Можно предложить скидку, можно предложить подарок, можно предложить какие-то дополнительные опции, бонусы. Вопрос, что именно? Здесь тоже пригодится модель, здесь тоже пригодится машинное обучение. Мы строим вторую модель, которая предсказывает максимально эффективный метод воздействия для каждого конкретного пользователя, которого мы хотим удержать. В принципе, входные данные очень похожи на предыдущие. Выходные данные тоже, в общем-то, отличаются скорее тем, что если первая модель, мы ее обычно называем прогнозной, то есть она говорит вам, что, скорее всего, случится, то здесь получается модель, которую мы называем предписательной. Она говорит, делайте так, и будет хорошо. Еще раз я говорю, мы не объясняем, почему делайте так, но в результате АП-тестирования на контрольной группе все проценты всплывают обычно. Прекрасно. Еще один типовой сценарий, так называемый «Инергетест-конферс», тоже, я думаю, всем хорошо знаком, повышение прямых продаж. Чем лучше мы определим для каждого конкретного пользователя, что именно ему предложить в покупке, тем больше мы сможем собрать денег. Обычно апсейловый эффект от рекомендательной системы может колебаться в районе от единиц процентов до десятков процентов. Там не стоит ждать чудес, вы не сможете удвоить свои продажи и использовать рекомендательную систему, но только если ваши предыдущие продажи были организованы никак совершенно ужасно. Но из данных, то есть практически из ничего, сделать дополнительный доход, в общем-то, довольно интересная история. И здесь можно такетироваться как на увеличение просто баллов того объема продажи, можно делать более точные специфические штуки, например, больше продать штук товаров или больше продать маржинальных товаров. В общем-то, с самого начала, если определиться с этой целью, то, как правило, оно достигается. И точно так же для обучения нам требуется профиль клиентов, история операции, CRM-данные и так далее. Так, значит, здесь важно еще что отметить. Рекомендательная система, она оптимизирует не только что предложить. Частным сценарием является еще и выбор правильного канала. Кто-то реагирует лучше на смс, кто-то на email, кто-то на голос. Естественно, у всех каналов есть свои стоимости. С учетом стоимости и с учетом персональных предпочтений волшебное машинное обучение может выбрать оптимальный товар, оптимальный канал и потом в результате АП-теста показать вам, что на самом деле это работает и приносит дополнительные деньги. Это была вторая часть. Это было про модельные кейсы. Давайте теперь перейдем к реальному кейсу. Вот три работы по предсказанию оттока, которые мы делали в прошлом году. Здесь пара компаний, которые я не могу назвать, и Wargaming, он же World of Terms. Значит, в первом случае что мы брали для обучения? Три миллиона пользователей, там блоги их активности примерно за месяц. За два с половиной плюс-минус месяца, ну скажем три, был выполнен проект силами небольшой проектной команды. Мы получили лифт десять почти шесть с половиной. В принципе, отраслевой стандарт, начиная с четырех, это уже нормальный лифт десять, с этим можно работать. То есть это было хорошо. Дальше второй кейс был более скромный. Я почему называю эти цифры? Чтобы в том числе немножко дать понять, какой объем данных необходим для того, чтобы ожидать какого-то результата. Ну то есть, грубо говоря, для небольшого стартапа, к сожалению, наши услуги бессмысленны. Потому что если у вас нет сотен тысяч, а лучше миллионов пользователей, то эффективность машинного обучения, конечно, будет большим вопросом. Значит, сто тысяч пользователей, история за три месяца. Тоже небольшой короткий проект, примерно плюс двадцать процентов относительно эффективности той модели, которая была на тот момент у телеком-оператора. Надо понимать, что телеком-операторы годами отдачивают эти модели. Что говорит о чем? С одной стороны, экспертизы этой у нас как нет, и мы, собственно, не стремимся особенно ее развивать. Но при этом чистая математика и хорошие внутренние инструменты иногда позволяют выжимать дополнительные проценты и в отсутствие экспертизы. Ну и для геймеров по ста тысячам пользователей мы дошли до лифта примерно в шесть. Единственная оговорка, что пока не совсем понятно. Ну, для варгейминга что с ними делать? Потому что в телекоме управление лояльностью отточено немножко лучше на текущий момент, чем в интернете. По поводу Next Best Offer у нас был интересный проект с одним очень крупным различным банком Российской Федерации, по которому мы пытались и, собственно, провели АБ эксперимент, тестовую рассылку с предложениями. Задача была в том, чтобы выбрать из набора продуктов, скажем, десять плюс различных банковских продуктов, надо было выбрать оптимальные для каждого из клиентов. Модель делалась на трех миллионов клиентов и данных за полгода. Порядка двухсот факторов – это то, что осталось после фильтрации. Получили в итоге по результатам нескольких раундов смс-рассылки примерно 13% плюс к валовой выручке по отношению к контрольной группе. Это то, что существует в текущем бизнес-процессе. То есть то, как вы сейчас борете с Садоком или то, как вы сейчас проводите прямые продажи. То есть это ровно то, насколько мы можем увеличить с помощью машинного обучения текущие показатели. Есть у нас сейчас, наверное, может быть, читали недавно, есть у нас сейчас некоторый меморандум с такой компанией, как Билайк, и по проектам по прогнозу Антока, так и апселлу по мобильному интернету, и по полцентру. Соответственно, оптимизация затрат на рекламу и прочее. Но пока все только начинается. И, наверное, последнее, что я хотел сказать, это то, как выглядит изнутри типичный проект, как вы превращаете свои данные в какую-либо модель. Для начала данные забираются у заказчика, персонализируются, опустируются, забираются к нам. Наши специалисты по Data Science с ними некоторое время колдуют и готовят их к тому, чтобы запустить их, собственно, в процесс обучения, после чего еще, скажем, месяц плюс идет моделирование на кластерах. Это одна из причин, почему мы, как правило, забираем данные, поскольку все мощности довольно серьезные, которые необходимы на этом этапе, они необходимы в каком-то смысле разом. То есть после того, как модель построена, для ее применения нужны очень-очень скромные ресурсы по железу, но на ее изготовление требуется много. После того, как проект попробовали все возможные методы генерации моделей, алгоритмы, инструменты, выбрали лучший, собственно, составляется некоторое предсказание или, если это предписательная аналитика предписания, что необходимо делать или кто собирается выйти. И эти предписания идут, встраиваются, точнее, эту модель интегрируются в текущий бизнес-процессы заказчика, либо как сервис онлайн через нас, через Яндекс, либо она ставится на сервера заказчика и работает автономно от нас. При этом обязательной частью всего этого цикла является, собственно, проверка. То есть мы не начинаем проектов, если в нем не запланировано ОБТ-тестирование, то есть это реальная рассылка, реальное предотвращение оттока, какой-либо эксперимент, который статистически достоверно покажет, работает модель или не работает, и если работает, то на сколько процентов. После того, как прошло тестирование, если оно всех удовлетворяет, весь этот цикл можно примерно раз в квартал, можно реже повторять. Другое дело, что повторение занимает буквально, не знаю, от одной до двух недель и проходит для заказчика довольно безболезненно. То есть первый цикл – это один большой проект на несколько месяцев, а регулярное обновление модели – это, в общем, такая рутинная процедура, которая делается в режиме поддержки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА